Мы с вами в прошлый раз рассмотрели, среди всего прочего, различные шаблоны генерации кода, которые генерируются для различных высокоуровневых конструкций, таких как циклы, условные операции, что генерируется при логических операциях, во что отображаются разные типы данных. То, что мы с вами пропустили в тот раз, это у нас осталась одна достаточно специфическая конструкция для языков C, C++, это конструкция switch, оператор switch. Что собой представляет оператор switch? Мы пишем там switch, дальше в скобочках записываем произвольное выражение, которое должно иметь целый тип, или приводимый к целому типу, например, булевский, или чар, или какой-то инам. Но перечислимый тип, главное, чтобы множество значений описывалось бы целыми константами. И дальше внутри оператора switch в зависимости, мы перечисляем метки, кейс, и дальше после кейс указываем константное выражение. Задача получается оператора switch выбрать последовательность инструкций, соответствующую той метке кейс, значение которой было передано вычислено в заголовке оператора switch. И если ни одно из значений не подошло из перечисленных, то мы либо исполняемся, начиная с метки default, либо просто выходим из-за предела оператора switch. Этот оператор на самом деле необычен тем, что в зависимости от того, как сгруппированы целочисленные значения меток, которые мы проверяем, он может отображаться в машинный код достаточно сильно разными способами. Если у нас меток мало, допустим, если у нас булевский switch, и они там как-то идут, или они идут очень сильно разбросно, очень сильно неподряд, то мы можем просто этот switch переписать в виде, даже еще на уровне си, в виде цепочки if. if. Первое выражение else, и второе выражение else по умолчанию, и так его и отранслировать в машинный код. Это первый вариант. Если у нас значений меток switch достаточно много, и они разбросаны относительно хаотично, то мы можем сгенерировать машинный код в виде некоторого дерева решений, условно говоря, построив из значений метода switch абсолютно сбалансированное дерево, и сравнивая узел в корне, потом, если да, то выполняя, используя if, иначе переходя на большую часть, если меньше, переходя на меньшую часть, то есть работать примерно как бинарным поиском, а транслированным в цепочку операций if. Здесь тоже у нас получается такая вот обычная операция if, которая транслируется по правилам специфичных для, обычных для операции if. И, наконец, третий случай, когда у нас целочисленные значения методов, которые мы выполняем переход, они расположены плотно, такой вот плотной группой, могут быть подряд от нуля, могут быть практически подряд не от нуля, и их достаточно много. Вот в этом случае, когда у нас перечень вариантов плотный и идет подряд, их достаточно много, компиляторы обычно выбирают подход для генерации оператора switch, заключающиеся в построении таблицы переходов. Вот как здесь показано на этом слайде. Пусть у нас есть некоторая целочисленная переменная a, и мы в зависимости от значения a переходим либо по значению 1, либо по значению 2, либо по значению 3. Ну, то есть здесь может быть больше значений, принципиально от этого уже конструкция не изменится. Как примерно будет отображаться этот вот сишный оператор switch в сгенерированный код на языке асимптор? Что нам, вообще говоря, здесь нужно будет проделать? Первое, что мы проделываем в этом коде, ну, естественно, что мы значение переменной a берем на регистр, поскольку дальше будем с ним манипулировать, это понятно. Что мы делаем дальше? У нас плотная группа значений меток оператора switch, она начинается с единицы. Прежде всего мы хотим, чтобы она у нас начиналась с нуля, то есть мы хотим сдвинуть ее, ну, получается, на 1. Мы вычитаем единичку из dx, и получается, что у нас метки кейса будут начинаться от нуля и будет принимать значение 0,1,2. Что делается дальше? Дальше нам нужно проверить, что, собственно, значение a находится в допустимых пределах. оно до нашего сдвига на единицу должно было быть больше бы равно единице и меньше либо равно 3. После того, как мы сдвинули наше значение на единичку, диапазон допустимых значений у нас становится от нуля до двух. То есть у нас должно быть меньше либо равно 2 и больше либо равно 0. Значит, стандартная проверка, когда у нас в целочисленных операциях, тогда, когда у нас левая граница равна 0, мы никогда не проверяем как знаковые значения. В случае проверки левой границы на 0, лучше выполнять беззнаковые проверки. А именно здесь, условно говоря, здесь значение a преобразовывается к типу on-site, рассматривается как беззнаковое, и выполняется сравнение с двойкой. Соответственно, если у меня a, получается a минус 1, оно в результате стало отрицательным, то есть изначально a было меньше единицы, после вычитания единицы оно стало меньше нуля, то рассматривая его как беззнаковое, мы получим какое-то там большое значение, у которого старший бит равен единице, соответственно, в беззнаковом смысле это будет значение больше 2 миллиардов. Оно, естественно, оно будет больше, само собой оно будет больше 2. Поэтому вместо двух условных переходов при знаковом сравнении, мы выполняем один условный переход при беззнаковом сравнении и выходим из нашего тела свитч, когда у нас значение dx оказывается больше 2. Jump above. Вот эти вот три операции, вычитание, сравнение и беззнаковый переход, они у нас как раз проверяют, что значение a попадает в диапазон от 1 до 3 включителей. Дальше у нас уже получается вот значение 0.1.2, и мы используем такой вот Jump с косвенной адресацией. Здесь звездочка означает в Jump, что адресом перехода у меня будет являться адресное выражение, которое здесь вычисляется. Соответственно, здесь у меня адресное выражение, которое чему равно? У нас значение регистр яx должно быть умножено на 4, и к нему прибавлено значение метки switchTable, svatab, и таким образом мы получим адрес в памяти, из которого нам нужно загрузить адрес, по которому будет выполняться переход. То есть это не просто адрес, на который мы переходим, а это адрес элемента таблицы, в котором лежит адрес, на который мы перейдем. Точно так же, как у нас в физике C, мы могли делать таблицы функций, заводить массив указателя на функции. Здесь мы, по сути, заводим массив меток, то есть массив адресов, и уже у нас перечисляется блок 1, блок 2, блок 3, метки, соответствующие нашим кейсам, кейс 1, кейс 2, кейс 3. Ну и поскольку здесь у меня никакого кода, в общем-то, нет, просто я здесь для простоты написал break, появление break здесь означает, что break будет транслироваться в безусловный переход на выход из оператора switch, на out switch. вот мы получили такую таблицу переходов, в чем-то аналогичную таблице функций, если мы, как вот у нас было в задачах на C, на указательной функции, то же самое, что и только с метками. В гну GCC есть специальное расширение на уровне C, в котором мы можем в массивы точно так же помещать метки, адреса меток и выполнять косвенный переход GoTo на значения, храняющиеся в элементе массива. То есть как бы на уровне C делать какие-то переходы по меткам. Чем хороша такая конструкция? Она у нас достаточно компактная, в ней мало сравнений, мало переходов. То есть у нас есть один условный переход, один косвенный переход. Если бы мы это делали с помощью if, у нас было бы здесь три сравнения. Ну, наверное, три сравнения работали бы в сравнимое время, может, даже чуть быстрее. Но если у нас метод Кейс был бы больше, количество сравнений при последовательном сравнении А с кандидатом было бы больше. И код бы раздувался, ну и, соответственно, у нас было бы больше условных переходов. Это было бы хуже с точки зрения процесса. А в чем здесь минус? Вот такой вот конструкции, что у нас здесь используется косвенный переход. Jump, безусловный переход на адрес в коде, значение которого заранее неизвестно и будет вычисляться во время работы программы. С точки зрения производительности процессора, это не очень хорошая конструкция, как мы с вами потом рассмотрим, поскольку если процессор не может заранее определить, куда будет происходить переход, то процессору придется, по сути, на операции перехода сбросить свое внутреннее состояние, условно говоря, сбросить частично разобранные инструкции, возможно, перезагрузить конвейер. И это может приводить к очень большим задержкам, к очень большим штрафам при исполнении последовательности. То есть злоупотреблять вот такими косвенными переходами не стоит, но в случае, если у меня один косвенный переход заменяет много условных переходов, мы все равно можем получить заметное ускорение. Вот пример, собственно, кода генерации для оператора свечи. Следующее, что бы хотелось рассмотреть, это операции с плавающей точкой. В принципе, у нас, если мы пишем там языках высокого уровня, у нас есть операции, у нас есть типа double float, у нас есть операции там плюс, умножить и так далее, которые в программном языке высокого уровня записывают теми же самыми бинарными операциями плюс, умножить, минус. И уже дальше компиляторы языка C автоматически при необходимости преобразуют, если требуется, значение типа float в значение типа double, значение типа int в значение типа double, сам автоматически уже выполнят операцию с сложением тренд для даблов. И если требуется преобразовать результат обратно в int, то выполнят автоматическое преобразование из даблов в int. На процессорах, это, естественно, на современных high, современных дистопных процессорах всегда присутствует устройство вычисления с плавающей точкой, однако на более простых процессорах, которые там часто бывают во встроенном оборудовании либо микроконтроллерах, устройство вычисления с плавающей точкой присутствовать не обязано, оно может отсутствовать, более того, там может даже отсутствовать инструкцию умножения. И в случае, если нам нужно на таких вот простых процессорах выполнять операцию с плавающей точкой, у нас нет альтернативы, кроме как реализовать это все программно. И в случае, например, вещественного сложения, вызывать соответствующую функцию вещественного сложения. И тогда, если у нас нет плавающей точки, то в программах в основном, если мы берем, например, микроконтроллеры или в частности DSP микроконтроллеры, микроконтроллеры, ориентированные на обработку сигналов, видео или аудио, то там предпочтительнее используется фиксированная точка, нежели плавающая точка. То есть плавающая точка там практически не используется, а для каких-то вычислений, для обработки сигналов используется точка фиксированная. Ну, так как мы с вами рассматривали еще тогда, когда разбирали числа с плавающей или фиксированной точкой. Что касается наших процессоров семейства x86, 32-битных, 64-битных, так случилось, что у них, у этих процессоров, есть целых два функциональных устройства. Для вычислений с плавающей точкой. Первое функциональное устройство называется Floating Point Unit. Оно появилось еще вот в 86-м, что ли, 87-м году для процессоров i386. Но тогда у процессоров i386, собственно, на самом кристалле процессора устройства с плавающей точкой не было. И вычисление с плавающей точкой реализовывалось в виде дополнительного кристалла, дополнительного чипа, который ставился отдельно. Обычно он ставился просто непосредственно на сам кристалл процессора, доставлялся как дополнительный микросхема. Он мог присутствовать, он мог отсутствовать. И вот это была дополнительная микросхема. Она, по-моему, даже появилась еще для 286-го процессора. Которая реализовывала вычисление с плавающей точкой вот в таком вот варианте. Дальше у 486-го процессора, собственно, уже появился Floating Point Unit непосредственно на самом кристалле. И дальше у Pentium уже это все FPU находилось на кристалле. Точно так же и на современных процессорах Intel AMD и всех совместимых с X86. У нас непосредственно в каждом ядре есть устройство вычисления с плавающей точкой. Оно устроено следующим образом. У нас есть 8 регистров. Каждый из этих регистров имеет размер 80 бит. Ну, то есть, если мы смотрим в терминах языка высокого уровня для X86 и X64, это тип лонгдапа 80-битный, то есть, у которого мантисы 64 бита и порядок там оставшиеся 14 бит, то есть беззнаком, беспорядком и так далее. Эти 8 регистров организованы в стэк. Ну, то есть, у нас есть некоторая верхушка стэка в каждый момент времени. И относительно верхушки стэка у нас есть регистры, которые обозначаются стэк 0, стэк 1, стэк 2 и так далее, стэк 7. То есть, мы можем адресовать верхушку, мы можем адресовать с произвольным смещением относительно верхушки. Ну, естественно, у нас все зациклено. Такой вот вращающийся регистровый файл. Поэтому, куда бы у нас ни сдвигался стэк, у нас переполнения никогда не будет. Ну, просто если мы обращаемся к седьмому элементу стэка, мы можем обращаться к каким-то элементам, которые у нас находятся ниже. То есть, больше 8 элементов мы поместить не можем. Восьмой элемент у нас затирает нулевой. Ну, и вычисления с FPU, они выглядели следующим образом. Мы загружаем значения из памяти с помощью инструкций разных вариантов типа FLD, которые поддерживают все те же методы адресации, которые поддерживаются для обычных инструкций. Мы можем загружать флоты, загружать даблы, загружать лонг даблы из памяти. Они загружаются на верхушку стэка. Ну, то есть, стэк смещается, соответственно. Дальше производится вычисление. Вычисления там у нас бывают безадресные, одноадресные. То есть, мы можем, точно так же, как мы работаем со стэковой записью, обычная инструкция FAD без аргументов складывает два элемента на верхушке стэка и кладет результат снова на верхушку стэка. Но мы можем у FAD, например, и добавлять аргумент какой-то явно указанный в стэке. Мы проводим вычисления таким образом в FPU. И когда результат готов, у нас есть инструкция типа FST, которая с верхушки стэка или на самом деле с любого элемента относительно верхушки стэка сохраняет значение в память в любом нужном нам типе данных. Флоте, W или LONG W. Соответственно, вот этот вот floating point unit, он добавляется, он является составной частью calling conventions для 32-битной архитектуры. Во-первых, у нас все аргументы по-прежнему передаются на стэке, то есть на обычном процессорном стэке, не на стэке со процессора FPU. Все аргументы передаются на стэке, и здесь никаких изменений при передаче double аргументов в функцию нет. То есть, мы их все равно передали на стэке. И дальше задача программы, которая выполняет floating point вычисления, их взять с обычного процессорного стэка и загрузить на FPU. Все регистры FPU, они являются scratch регистрами, то есть их не нужно сохранять, их можно использовать произвольным образом. Но ответственность вот этой вот функции, которая у нас выполняет вычисление с плавающей точкой, состоит в том, что, условно говоря, состояние стэка, то есть верхушка стэка должна быть той же самой, когда наша функция завершается. То есть, если вы в этот стэк что-то помещаете, то нужно не забывать его из этого стэка FPU удалять. То есть, как мы там стэк использовали, в нашей программе, использующей вычисление с плавающей точкой, неважно, главное, чтобы он потом был возвращен в нужное состояние. Но, если наша функция возвращает значение flow, double или long double, то их мы возвращаем как раз на верхушке стэка. То есть, когда мы возвращаем int или указатели, мы их возвращаем в yax или rax, yax, то есть в битных значениях, либо yax, yax. А если мы возвращаем flow, double или long double, он возвращается в нулевом элементе стэка FPU. И дальше уже ответственность нашего вызывающего кода в том, чтобы удалить из стэка FPU элемент, даже если он там не использовался. То есть, мы делаем FST, чтобы его чему-то присвоить в результате, или его удаляем, если он нам больше не нужен. Я не буду останавливаться подробно дальше на FPU, поскольку FPU все-таки считается legacy-устройством. Он, хотя и используется по умолчанию в 32-битном коде, но вот весь более новый код, он, конечно же, использует более новый набор инструкций, которые называются SSE-инструкции. У SSE-инструкции были предшественник MMX, что-то там, Multimedia Extension инструкции. SSE называется Streaming Extension инструкции, то есть наборы инструкций, которые ориентированы на так называемую потоковую обработку данных. Их много там. Изначально появились SSE, потом было расширение SSE-2, потом было AVX у Intel, у AMD, как он там называется, 3DNow. Здесь вот в наборе SSE-инструкций AMD и Intel процессоры могут расходиться именно по расширениям, что они поддерживают, что не поддерживают. Но, в принципе, у них подход очень плохой, один и тот же, и большинство инструкций совместим. SSE, вот это семейство инструкций SSE, это набор SIMT-команд, с одной стороны, так его иначе называют, или по-другому его называют векторное расширение или векторные команды. SIMT – это вот такая вот классификация, появившаяся очень давно в компьютерных системах. Она называется классификация Флинна. Здесь у нас классифицируется, сколько устройств вычислили, сколько у нас команд одновременно может выполняться, и сколько данных может обрабатываться вот этими командами. Ну, условно говоря, у нас традиционный процессор, фунеймовский процессор, он выполняет одну инструкцию за раз, single instruction, и эта одна инструкция обрабатывает один элемент данных за раз. То есть, если мы выполняем целочисленное сложение, то в процессоре мы выполняем целочисленное сложение одно за раз. Ну, мы пока с вами не обсуждаем всякие суперсколярные расширения, а не отдельно. Если мы абсолгируемся уже от оптимизации исполнения кода внутри процессора, то исполнение кода обычного целочисленного с точки зрения программиста – это single instruction, single data. Здесь даже так вот, правильно бы сказать, логически, что мы знаем, что когда некоторая инструкция процессора завершается, например, та же самая инструкция сложения, мы уверены, что в регистре, в котором должен быть помещен результат, будет находиться результат. То есть, с логической точки зрения, с точки зрения instruction, с точки зрения программиста, у нас по-прежнему процессоры выполняют инструкции последовательно, одна за одной. Результат предыдущей инструкции полностью коммитится перед началом следующей инструкции, безотносительно того, как это происходит на самом деле. То есть, обычный процессор – это single instruction, single data. Single instruction, multiple data – это вот такие вот векторные инструкции, когда у нас одна инструкция выполняет операции не над скаляром, не над единичным значением, а сразу над вектором, состоящим из 2, 4, 8, 16 какого-то фиксированного набора значений. Например, инструкция векторного сложения, если у нас размер регистра 128 бит, и дабл у нас занимает 64 бита, соответственно, в одном регистре SSE мы можем хранить одновременно два дабла, то тогда инструкция сложения векторная, она будет складывать сразу по два сложения. Младшую половину двух регистров положит результат в регистр на значение, старшую половину положит результат в регистр на значение, и это все будет одна инструкция. Это векторное расширение процессора. Другой пример – SIMP вычисление, это GPU вычисление, то есть программы, написанные для видеоконтроллеров, там NVIDIA и так далее. У нас для векторных вычислений в процессоре добавились векторные регистры, SSE-регистры, SSE или AVX-регистры. Изначально SSE-регистры имели размер 128 бит, ну и если у нас 32-битный процессор, ему тоже доступны SSE-вычисления, то у 32-битного процессора было 8 регистров, XMM0, XMM7, 128-битных. У 64-битного расширения, то есть 64-битного процессора, становится доступны 16 регистров, XMM0, XMM15. Они тоже все имеют размер 128 бит. Чуть позже появилось расширение AVX, Advanced Video Extension, не помню, как называется, в котором регистры были расширены до 256-битных регистров, ну и чтобы их не путать, они называются YMM0, YMM7 или YMM0, YMM15. Сейчас даже есть у совсем современных процессоров 512-битные регистры, они будут называться ZMM015. То есть, если у нас регистры 128-битные, то мы можем за одну операцию выполнить, например, 2 дабл-сложения или 4 флот-сложения. Если у нас регистры 256-битные, мы за одну операцию можем выполнить 4 дабл-сложения или 8 флот-сложения. Если 512-битные, то мы можем выполнить 8 дабл-сложения или 16 флот-сложения. Одновременно все это выполняется параллельно, но за то время пока выполняется одна инструкция, и в результате мы тоже будем получать вектор. В дополнение к SSE регистрам для хранения данных у нас есть регистр управления статуса, где мы можем выставить разные управляющие флаги. Например, что у нас происходит при переполнении, что у нас происходит при потере точности антипереполнения, когда у нас значение уходит в ноль. Что происходит при, например, операции деления на ноль, что происходит при каких-то операциях, которые дают нот и намбер. Вот эти все флаги. Кроме этого, мы сюда можем другие управляющие флаги установить. С точки зрения нашей, с точки зрения написания обычных программ, которые выполняют какие-то простые вычлены с ловушьей точкой, регистр статуса нам особой роли не играет. Да, изначально вот эти вот SSE регистры, они находятся поверх FPU регистров. То есть вы не можете одновременно использовать FPU и SSE. У них, по сути, общее хранилище. Если вы используете SSE, оно как-то там портит FPU. Если вы используете FPU, оно как-то там портит SSE. То есть эффект будет какой-то непредсказуемый. Ну и регистры YMM, они являются расширением регистров XMM. То есть, условно говоря, XMM0 – это младшая половина регистра YMM0. И YMM0 – это младшая половина регистра ZMM0. Точно так же, как у нас были регистры AL, AX, EAX и RAX, они являются младшими частями соответствующих регистров большей битности. Calling Convention, затрагивающий SSE регистры, он, естественно, был полностью переработан. По-прежнему все SSE регистры являются Scratch регистрами. То есть, мы можем их использовать произвольным образом. Не обязаны их сохранять перед началом работы и не нужно их восстанавливать. Поскольку они не образуют стэк, то никаких ограничений, что удалить все, что мы туда положили, нет. Просто как-то используем. Они у нас просто перенумерованы, никаких ограничений. По-прежнему теперь мы в регистре XMM0 возвращаем результат. Будь то это типа дабла, либо типа флота. Мы даже SSE регистры можем использовать как регистры обычные для скалярных вычислений. То есть, мы можем складывать одно значение, а не два по-прежнему. Поэтому мы в XMM0 возвращаем либо младшие 32 бита, либо младшие 64 бита, если мы хотим вернуть флотинг-поинт значения. Но кроме того, в регистрах XMM передаются и параметры тоже. То есть, calling convention мы в регистрах, надо сейчас посмотреть, в каких конкретных регистрах мы начинаем передавать, заносим флотинг-поинт значения в регистры XMM. То есть, первый параметр, например, будет передаваться в XMM0, второй параметр в XMM1 и так далее. Я, по-моему, сейчас проверю. И поэтому мы не используем стэк, если у нас параметров не так много, даже для передачи флотинг-поинт значения. Итак, вот, как я уже сказал, у нас каждый XMM-регистр представляет собой вектор. Мы можем в 128-битном регистре ханить 4 дабла, 2 дабла, прошу прощения, 4 флота, 2 64-битных целых числа, 4 32-битных целых числа, 8 16-битных целых чисел и 16 8-битных целых чисел. То есть, в принципе, мы можем проводить вплоть до 16 одновременных сложений байтов. То есть, мы складываем два вектора байтов, получим новый вектор байтов, в котором все будет выполнено по байтовое сложение, все 16 операций будут выполнены параллельно. Вот большая часть операций, именно векторных операций, которые выполняются над всеми числями. Естественно, там есть вариации. Система команд sse2vx, она очень большая. Там есть куча операций, которые нужно смотреть по документации, что нам нужно и как оно работает, если их совершенно нереально все перечислить. Если у нас y-м-регистры, то в два раза больше, как я сказал. Если мы используем только младшую часть, то у нас будет обычное выполнение, скалярное вычисление с плавающей точкой. В обычных sse-операциях, точнее, в sse-операции они у нас двухадресные, то есть аргумент 1, аргумент 2 и результат выполнения операции кладется в аргумент 2 в интелловском синдексе, в айтентичном синдексисе или в аргумент 1 в интелловском синдексе. Получаем результат. Точно так же для сложения, для умножения, для вычитания, для деления, для всего. Но в расширении AVX поддерживаются и трехадресные операции, когда у нас есть два аргумента и результат. По сути, в AVX расширении мы уже имеем систему команд, очень похожую на риск процессоры. То есть сам по себе sse-операция устроена таким образом, что при выполнении sse-операции нет операции, у которых один аргумент лежит в памяти, один аргумент лежит на регистре. То есть, чтобы выполнить sse-операцию, нам нужно оба аргумента поместить на регистр. И результат мы получим на регистре. Нам потребуется отдельная операция, чтобы скинуть его в память. Плюс в AVX у нас есть трехадресные операции, когда регистр назначения мы вообще записываем как третьим аргументом. Вот эта совокупность – это типичные характеристики риск процессоров. Операции только над регистрами и трехадресные операции. По сути, у нас AVX уже сделан как риск. При том, что вся остальная система команд интела по-прежнему имеет все характерные черты на CIS-конструкции. Ну, нельзя говорить еще раз, скажу, что интел – это риск процессор. Ни в коем случае. Это обычный такой традиционный CIS-процессор. Но вот какие-то такие вот отдельные в нем есть элементы риск системы команд. Что важно заметить по поводу целых операций, что поскольку целые операции выполняются над вектором, то целые операции не модифицируют значение флаг. То есть, когда мы выполняем сложение, например, на процессоре с помощью обычного EDA, либо выполняем вычитание SAP, либо выполняем KMP, то все вот эти операции обычные скалярные на регистрах процессора целочисленных, они устанавливают нам флаги. Zero, Sine, Overflow и Carry. SSE-операции флаги не устанавливают. То есть, вы можете, собственно, там их сложить, но проверить, что при выполнении какого-то там сложения где-то в середине вашего векса вдруг возникло переполнение, вы не сможете. У вас там оно отсечется 32 битами, ну и все, в зависимости от битности 8, 16, 32 битами, старшие биты просто потеряются. Это, собственно, такое ограничение на целочисленные операции, ну, поэтому, если операции могут переполниться, и нам нужно это контролировать, скорее всего, система команд SSE, она нам будет непригодна, хотя она так выглядит очень заманчиво, что мы выполняем сразу много операций до раз. Поскольку XMM-регистр имеет размер 128 бит, то при работе с памятью накладываются некоторые дополнительные ограничения на хранение этих векторов в память. Есть два семейства операций загрузки значений из памяти. Есть операции, которые загружают из памяти, а по произвольному адресу мы вдруг не выровнены. Есть вариант. Вот инструкция MMOVDQA загружает из памяти double-вектор, ну, на самом деле, неважно, какой вектор, просто загружает из памяти 128 бит на указанный регистр XMM. И суффикс A означает, что вектор должен быть выровнен. Если адрес, по которому мы загружаем значения из памяти, оказывается невыровненным, то процессор, собственно, не выполняет эту инструкцию, в нем генерируется внутреннее исключение защиты памяти, и мы получаем ошибку сегментейшенов. Попытка невыровненного обращения к памяти. Поэтому для быстрой и эффективной работы с SSE-значениями очень важно, чтобы значения, находящиеся в памяти, были корректно выровнены по соответствующей границе. То есть, если мы работаем со 128-битными значениями, выравниваем 128 бит. Если там 256-битными значениями и выравниваем 256 бит. Есть и инструкция, которая загружает значения из памяти по произвольному адресу, но эта инструкция будет намного менее эффективная. Там, возможно, потребуется сделать несколько выборок из памяти, и потом значение, полученное несколькими выборками из памяти, комбинировать. Она будет медленнее. Но работает всегда, конечно, но медленнее. Поэтому, чтобы обрабатывать большие векторы наиболее эффективно, если мы хотим использовать векторные инструкции обработки, нам придется делать следующим образом. Либо мы требуем, чтобы наши большие вектора уже в памяти лежали хорошо, выровненно, и мы их можем загружать на регистры и операциями, которые требуют выравнивания. Либо нам придется так вот чуть-чуть вставать на уши, и если адрес не выровнен изначально, то некоторый начальный кусок, который у нас не выровнен, обрабатывать отдельно. После того, как мы не выровненный начальный кусок обработали, мы получили остаток вектора выровненный, и дальше мы уже можем включать, например, полную скорость, загружать из памяти полностью такими вот инструкциями 128-либо 256-битными такие вот большие вектора значений, и их уже на регистрах обрабатывают за раз. И так, в общем-то, поступают многие функции, которые обрабатывают вектора. У нас есть некоторое начало. Мы для начала запускаем специальный кастомный код, который не зависит от выравнивания, и обрабатывает начало вектора. После этого у нас становится остаток вектора уже корректно выровненный, и мы начинаем его уже так вот очень эффективно, очень быстро перемалывать на SSR-регистрах. Ограничение на отсутствие, ограничение на невыровненные значения на самом деле достаточно типичны для риск-процессоров. В некоторых из них, не во всех, но в некоторых там в Spark, в PowerPC, например, обращение к NTA, не выровненные по границе 4-х байт, вам тут также будет давать segmentation fold, то есть аварийное завершение вашей программы. На Intel, на ARM, такого жесткого требования нет, но, как я говорил там раньше, нужно понимать, что невыровненные обращения к памяти это медленнее, во-первых, то есть внутри процессора придется делать, наверное, два обращения в память, это во-первых. Во-вторых, невыровненные обращения в память, они проблемны с точки зрения параллелизма, они то, что называется, не атомарки. Поэтому вот для SSE, для векторной обработки, следует всегда предпочитать выровненные обращения в память. Это, видимо, одна из причин в том смысле, что, например, calling convention на macOS требует, чтобы стек был выровнен по 16 байтам. Linux не требует, macOS требует, если вы попробуете, например, функцию printf, какую-нибудь вашу функцию, ей передать стек некорректно выровненный, невыровненный при 16 байт, а вы получите стек фолк. Ну, скорее всего, там где-то внутри используются вот такие вот операции работы с SSE, которые требуют корректного выровняка. Floating point сравнения. Вот, как я сказал чуть раньше, у нас, когда мы складываем int векторами в SSE системе команд, у нас значения флагов не устанавливаются никакие, поскольку у нас сразу исполняется операция над векторами. Когда мы складываем вектора или любые арифметические операции, выполняем над даблами, тоже никаких флагов не устанавливается. То есть сложили два вектора даблов, ну, как-то сложили, что-то у нас поместилось в результирующий регистр. Инструкция для сравнения двух логенных пояс значений называется com.isd, то есть compare single double single, но это не вектор, и double это тип данных. Эта инструкция сравнивает два дабла в двух XMM-регистрах, то есть две младших части XMM-регистров, и по результатам сравнения устанавливает уже обычные флаги регистра eFLAGS. Устанавливаются следующие флаги. Есть у нас некоторый специальный флаг паритета, который у нас там и так в регистре присутствует, и он устанавливается, если один из аргументов у нас является none-аргументом или результат является none-результатом. То есть pf у нас становится true в случае, когда результат none. кроме этого zf устанавливается, если результат равен нулю, такому настоящему вещественному нулю. И carry флаг устанавливается, если значение там больше, значение первого аргумента больше второго аргумента. Соответственно, мы после выполнения сложения с помощью инструкции com.isd, мы можем использовать беззнаковые инструкции перехода jump above, jump above or equal, ja, 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 jump below и jump below or equal. То есть флаги устанавливаются таким образом, что становятся применимы операции беззнаковых переходов. above, above equal, below, below equal. ну, соответственно, хотим сравнить, выполняем сравнение и беззнаковый переход. То есть вот именно в com.isd у нас получается, что влияяя, они сопрягаются в sse регистры с регистром eflux, так, чтобы мы могли уже использовать традиционные инструкции передачи управления в нашей программе. Так, почему операции с dabble у нас беззнаковые? У нас же dabble, может быть, потрясательные. Нет? А где я сказал, что они беззнаковые? Ну, а, то есть мы просто можем использовать беззнаковые переходы? Естественно. На самом деле знаковые? Конечно. Операции с dabble компэр, обычный компэр, который выполняет обычное вычитание с dabble. Но я сказал, что устанавливаются флаги такие, которые мы для целочисленных операций обычно используем для беззнаковых целочисленных операций, но для floating фойта они, естественно, будут знаковые. Поэтому вот здесь такая есть логическая, возможно, такая немного нелогичная вещь, что хотя все операции с флотами неестественно знаковые, для переходов мы используем беззнаковые переходы. Ну, в силу того, что устанавливаются у нас беззнаковые флаги. Carry flag и zero flag. Так, давайте мы сейчас с вами сделаем перерыв буквально на 5 минут, вот, где можно почитать, вот вам оставлю дополнительный материал, и сделаем перерыв на, давайте сделаем перерыв до 10.30. На вычислениях с плавающей точкой мы, в общем, завершили обзор инструкции Instruction Set Architecture x86, x64, 32-битный, 64-битный. И дальше мы плавно переходим уже к тем моментам уже работы процессоров, которые связаны с функционированием операционной системы. Ну, перед этим я буквально несколько замечаний, касающиеся уже представления исполняющейся программы для процессоров памяти. У нас есть достаточно большой набор инструкций, достаточно большой набор разных методов адресации, регистров, и вот кодирование инструкции, это отображение текстового представления, какое бы мы не взяли текстовое представление, интеловское, антиантичное, либо насам, либо фасам, любое другое, в поток байт, который уже будет исполняться процессор. Соответственно, каждая инструкция, каждый метод адресации, каждый набор аргументов у нас, независимо опять-таки от типа записи, должен быть, должен однозначно представляться в бинарном виде. Чтобы у процессора, который исполняет бинарный код, декодирование инструкции было бы однозначным, и последующее исполнение было бы строго детерминировано. Исторически так сложилось, что у процессоров семейства x86 и x64 каждая инструкция кодируется последовательностью байт переменной длины. Точнее, правильно сказать, что в целом инструкции кодируются последовательностью байт, где каждая инструкция может занимать от 1 до 16 байт. Изначально, когда появился 16-битный процессор еще, x86, там был 6 байт, от 1 до 6 байт, но потом в процессе развития системы команд, у нас и увеличивала длина слова, 32-битная арктура появилась. У нас там есть какие-то сложные методы адресации, когда у нас в команде записано прям и мидия значение и 32-битное смещение. У нас есть, плюс потом у нас есть достаточно богатый набор префиксов к командам, то есть таких вот начальных байт, которые модифицируют последующие байты. На все про все в итоге у современная система команд инфловская вне инструкции одна инструкция может занимать от 1 до 16 байт. То есть если у вас дан адрес перехода, то есть адрес, на который переходит инструкция, у вас может быть произвольным, никакого требования адрес адрес выровнен по 4, естественно, никого нет. Соответственно, если вам дан поток байт, про который вы знаете, что это поток инструкции x86, то поток инструкции будет очень сильно меняться, если вы неправильно угадались, допустим, что вы в чем проблема, что у вас, поскольку каждая инструкция имеет переменную длину, то и очень бывает очень сложно синхронизироваться, то есть найти, где заканчивается предыдущая инструкция и где начинается следующая инструкция. И получается, что если вам дан некоторый произвольный поток байт, а вы же знаете, что у нас в середине например бинарного кода процессора могут просто встречаться константы, байтовые строки и так далее. Если вот этот поток байт x86 инструкция может просто полностью рассинхронизироваться и вы будете получать неправильную инструкцию при диссимблировании влог, нежели чем то, что выполняет процессор. Это такая особенность x86 системной команды. Этим x86 отличается от традиционных риск процессоров MIPS, ARM, SPARC и так далее. На них каждая инструкция имеет фиксированный размер. Например, на ARM и 32-битном и 64-битном каждая инструкция имеет размер строго 30-бита. Точнее так, на ARM V7 бывает еще 16-битное кодирование, но оно редко используется. Как правило, на ARM каждая инструкция на ARM 64-битном тем более, каждая инструкция имеет размер ровно 30-битном. Это очень удобно упрощает процессор. Мы точно знаем, что каждая инструкция имеет фиксированный размер, упрощает декодер, упрощает обработку и так далее, упрощает генерацию кода, то есть все элементы упрощаются, но естественно, что некоторые сложные инструкции, то есть мы тогда в систему команд процессора можем поместить только те инструкции, которые, будучи закодированными, у нас поместятся в 32-бита. Отсюда, например, в ARM инструкциях возникают ограничения на максимальное смещение, какие-то ограничения. В любом случае, ну и для Intel, и для ARM, естественно, что поток инструкций кодирует однозначно. Будет ли поток инструкций, какой из потоков инструкций более плотный, Intel или ARM, ну тут сложно сказать, в принципе, размер исполняемого кода для идентичных программ в обоих случаях близок друг к другу, то есть нельзя сказать, что поток инструкции Intel намного более компактным, чем поток инструкций ARM. Все очень похоже, размеры похожие, поэтому тут прямо вот так вот в какой-то компактности оно и так достаточно компактно. Изначально Intel инструкции, вот эти, те, которые занимают переменное число byte, там, ну как предполагалось, наиболее часто используемые инструкции кодировались меньшим числом byte, например, инструкции, которые сложение с регистром IAX, они могли кодироваться одним байтом. Сложение не с регистром IAX потребует кодирования двумя байтами. То есть, вот какие-то странные кодирования переменной не реализованы, но специфично для X и смешек. следующий момент кодирование кодирования адресов внутри программы. Как у нас? У нас внутри программы возникают очень часто адреса. Это могут быть и адреса каких-то элементов данных, глобальных переменных или строк, которые мы хотим выводить, и адреса переходов. Вот в 32-битной архитуре традиционной адреса переходов и адреса ячеек памяти они кодируются по-разному. Вот хотя бы там обычный хеллоу. Посмотрим, как она будет закодирована. запускаю в описании. запускаю общ дамп чтобы дезассимулировать генерированный из генерированных исполняемый программу посмотрим что мы здесь имеем качестве кода так вот функция мы и посмотрим вот здесь вот кодируется у нас собственно вот эти вот байты это кодирование инструкций мы видим что каждая инструкция имеет переменную длину вот типично у нас это 32-битная программа ну максимум что мы здесь найдем это вот 6 байт большей инструкции больше длины у нас будут встречаться реже от одного вот push ebp push и cx они вообще 1-байтовыми инструкциями кодируются какие-то вот другие вот ред тоже 1-байтовые инструкции 4 байта там 5 байт итак вот у нас есть здесь во-первых у нас есть некоторая строка hello которые мы выводим и во-вторых у нас есть есть вызов функции puts которую мы вызываем посмотрим как у нас в нашей бинарной программе представляется строка hello которую нам нужно занести стек чтобы функция путь смогла его вывести вот команда push которая имеет значение заносит стек и мы видим что аргументом команды push является адрес памяти ну то есть 84 а 0 0 c это где-то у нас там дальше будет здесь даже не попал скорее всего будет сегменте raw data непосредственно адрес памяти по которому размещается будет строка hello и если мы посмотрим на закодированную инструкцию то мы здесь увидим первый байт 68 это код операции инструкции push и дальше вот этот вот самый адрес 0804 а 0 0 c 0 8 0 4 а 0 0 c записаны в лету энтин формате то есть от младшего байта к старше то здесь вот нас просто вот получается в самой инструкции находится имидит адрес той ячейки памяти которые в которой находится строка то есть то что мы хотим загружать это абсолютное кодирование вот нашего аргумента инструкции сравним это с инструкцией call вот инструкция call у нас вызывает некоторую функцию пульс в плт чуть попозже объясню почему так которые расположены по адресу 80 40 9 0 8 0 4 90 40 и обратите внимание что сама команда кодируется по-другому у нас в самой команде есть обход код операции е8 шестеричная а дальше записывается 32-битное смещение ну какое-то отрицательное смещение то есть c5 f f f f f f f f f то есть если мы его представим в виде в целом виде из лид лентин числа тут есть какое-то отрицательное число получится и если мы проведем операции вот у нас ну вот как мы можем проверить мы к значению вот это вот значение 0 x f f f f f f f c5 к нему прибавим адрес следующей операции то есть это будет вот будет 0 8 0 x 0 8 мы получили больше чем давать нужно еще и 0 x мы хотим оставить младше 32 бита от результата вот мы получили если мы прибавляем смещение которое у нас записано по сути вот этот вот аргумент инструкции call адрес следующей команды 4907 b мы к нему прибавляем смещение минус цепешности вот смещение прибавляем и как раз в итоге получили адрес перехода 80 49 то есть вот здесь вот в этом примере у нас адрес на который выполняется переход по инструкции call кодируется относительно eip относительно текущего положения программы то есть вот здесь вот как раз 4907 b это значение eip в момент выполнения инструкции call мы прибавляем к нему смещение и получаем адрес перехода мы имеем два случая в этом случае кодирование абсолютное мы адрес просто закодировали как есть он у нас находится вот в нашей программе в этом случае кодирование относительное мы в инструкции закодировали смещение относительно текущего положения этой команды ну точнее будет сказать относительно адреса следующей инструкции вот для x86 относительное кодирование оно поддерживается только для инструкции типа call jump то есть и условия условных переходов то есть только для инструкции переходов для всех остальных инструкций нам нужно непосредственно в саму инструкцию кодировать непосредственно адрес в 64 битной системе команд это чуть-чуть было переработано и на x64 существует специальный режим адресации это адресация относительно RIP то есть reprelative адресация которая в программах на машинном коде на семью запицы следующим образом метка некоторая метка которую мы хотим вычислять относительное смещение и дальше процент RIP вот этот новый такой режим адресации здесь в сгенерированный машинный код будет помещено смещение относительно текущего местоположения команды ну давайте проверим что это действительно так сейчас найду соответствующий терминал так вот у меня соответствующий терминал скомпинируем его как 64 битную программу посмотрим что у нас поменялось а даже ничего не поменялось у нас здесь все равно все равно загружается абсолютно адрес 40 20 10 64 битной программы но мы можем ее написать уже сами вот у меня есть такой фрагмент вот тот же самый вызов той же самой функции puts и я здесь в регистр RDI то есть там где я в 64 битной программе передаю первый аргумент загружаю с помощью инструкции загружаю адрес метки str вот как это выглядит в сгенерированном коде так и вы и и и и и и и где моя функция фанк я найду вот моя функция фанк и вот этот как выглядит собственно фанк лео 0.6 r.i.p. то есть смещение 6 относительно вот этого адреса следующей команды 142 плюс 6 148 как раз получается вот это вот у меня закодированная строка и вот я вижу что здесь у меня общая длина инструкции становится равной сколько здесь 7 байт из которой 4 байта занимает 32 битное смещение и 3 байта занимает обход 48 это префикс 64 битной операции и 8d3d это собственно там код операции вот здесь вот то есть мы видим что в этом примере у меня и в операции лео и в операции кол везде в аргументах моей инструкции используется смещение относительно относительно текущего положения а не непосредственно адреса так соответственно вот пример абсолютного кодирования где на регистр загружается сам адрес и вот пример относительно кодирования вот я только что показал как раз здесь у нас получается что смещение 6 оно прибавляется к текущему адресу мы получаем адрес памяти на что это влияет это влияет на то как программа загружается в память перед выполнением ну во-первых первый вопрос вот почему у меня в 64 битной программе вот такие адреса по которым программа размещается в памяти а в 32 битной программе вот такие вот адреса по которым программа замещается в памяти ну вообще говоря эти адреса могут быть совершенно произвольными вот так просто повелось что 32 битный код загружается в адресное пространство начиная с базового адреса 0804 вот почему-то так а 64 64 битный код загружается в адресное пространство начиная с базового адреса ну 4 вот 040 вот короче 400 40000 но этот адрес совершенно произвольный мы его можем менять если скомпилируем нашу программу просто с специальными опциями вот я могу скомпилировать на программу вот она как и есть минус WL испытаем минус T текст сегмент например 10 здесь опция минус WL означает просто передачу аргумента дальше без заменения линкеру а опция текст сегмент это опция линкера которая задает начальный другой начальный адрес для программы для исполняемого кода программы если я сейчас сделаю опчдамп то я вот вижу что у меня теперь моя программа размещается в памяти по совершенно другому адресу она ну там начинается с 10 тысяч там вначале идут какие-то стандартные хедры там PLT стандартные таблицы и вот собственно исполняемый код начинается чуть позже где-то с адреса 11 тысяч и так я могу в общем-то менять любой выбирать любой адрес загрузки в моем адресном пространстве и что получается когда мы загружаем программу в память в общем-то программа рассматривается как единое целое у нас внутри программы как мы знаем есть секции там текст дейта бсс возможно какие-то другие секции мы получили исполняемый код который который был объединен компоновщиком в один исполняемый файл если у меня было много объектных модулей то секции .text были слиты секции .data были слиты объединены и так далее и когда мы загружаем исполняемый файл в память то он загружается в память как единое целое сначала идет сегмент текст потом дейта потом бсс что и как идет мы можем всегда узнать с помощью команды ридер а один так вот вот у меня мы видим что состояние моего ну вот в моем исполняемом файле есть куча секций куча сегментов вот они все заголовок начинающийся с адреса 10 ну там какие-то начальных заголовок потом секции интерпретатора секции символов секции вот у меня начинается секция текст в конце концов с шансовичного адреса 11.0.40 и так далее в любом случае вот этот весь вся моя совокупность секций являющихся содержимым исполняемого файла она в память загрузится как единое целое без то есть я уже при загрузке в память не перемещаю секции относительно друг друга не размещаю их как-то произвольным образом разбрасывая их в адресном пространстве таким образом получается что если у меня есть посчитанный какой-то относительный адрес какое-то посчитанное смещение то оно гарантированно будет корректным тогда когда моя программа будет загружаться в память ну то есть поскольку относительное расположение секции у меня остается неизменным то вот инструкция который переходит по смещению относительно и райпи в какой-то вот другую часть моей программы она останется коррект но если я в моей программе и в явным явным образом и задаю адреса в памяти вот как в в программе хэлло видели сейчас секундочку функция мэн где у меня вот функция мы вот здесь вот у меня фигурирует адрес 40 20 10 этот адрес прибит гвоздями условно говоря так кавычках к тому что исполняемый файл будет загружаться в память начиная с адреса там 40 000 то есть если я попытаюсь этот исполняемый файл загрузить в память с другого адреса он просто не заработает я попытаюсь загрузить данные из памяти по адресу 40 20 00 которого который будет скорее всего не валидный получить но вот этот фрагмент программы который у меня вот второй фрагмент программы который использует только относительную адресацию который здесь обратите внимание что у него все смещи все смещения у него относительные и вот этот адрес который у меня прописан 10 он вообще говоря может быть любым как на какой бы адрес я этот вот фрагмент кода не загрузил он будет работать корректно естественно что при условии что я загружаю исполняемый файл память целостным фрагментом от начала до конца не не перри ну не перебрасывая фрагменты программы друг относительно друга не раскраски как бы я здесь не изменил базовый адрес с помощью той самой опции text segment вот этот байтовый поток закодированных инструкций у меня не поменяется текст стигмент 1000 да вот если мы сравним что у меня здесь находится с адреса 1000 фанк вот сравним поменялся только адрес байтовый поток тот же самый 48 8d 3d 0 6 0 0 0 0 и 8 дефф то есть вот бинарный код вообще никак не поменялся хотя адрес по которому это все будет работать вот это вот пример так называемого позиционно независимого кода то есть код корректность исполнения которого не зависит от того по какому адресу он располагается в адрес для чего зачем это нам важно то есть вот мы можем сказать что поезд программа является позиционно зависимой если ее исполняемый код содержит непосредственно непосредственно адреса по которым она должна загружаться и программа является позиционно независимой если такого нет если внутри нее находится только смещение так почему нам полезно позиционно независимый код во первых он полезен в динамических библиотеках то есть тогда когда мы например уже в чем смысл динамической библиотеки динамическая библиотека подгружается в адресное пространство процесса после того как загружена основная программа уже динамический компоновщик проходится по зависимости нашей загруженной программы и загружает в память необходимой динамической библиотеки при этом каждый раз динамическая библиотека в адресном пространстве может размещаться по какому-то другому адресу то есть если вы допустим даже несколько раз подряд запустите одну и ту же программу на выполнение каждый раз например та же самая липси в исполняющейся программе будет размещаться по другому адресу поэтому очень важно чтобы исполняемый код динамический библиотек был позиционно независимы чтобы исполняемый код динамической библиотеки работал корректно независимо по какому адресу динамическая библиотека размещается в адресном пространстве а второй момент когда нам полезен позиционный независимый код это тогда когда у нас например наша и еще для чего полезен позиционный независимый код это как бы считается есть такая защита повышение как бы защищенности программ когда программы по умолчанию компилируется сама даже основная программа по умолчанию компилируется как позиционно независимая и каждый раз сама основная программа будет загружаться в память по новому некоторому адресу вот здесь вот в тех примерах которые я показывал здесь вот сама по себе программа то есть основной код функции main то что к ней моя основная программа всегда загружается в память сфиксированного адреса там 8048 на 300-дубитной архитуре либо 80 в 64-дубитном случае и этот адрес не меняется поэтому внутри загружаем программу нас код абсолютно но у компилятора есть некоторая специальная опция которая ну там вот я могу запустить попробовать скомпилировать мою программу gcc main.c 1.s минус f position independent executable не факт что она у меня сейчас заработает скорее всего нет нет зовут заработал и получить позиционно независимый исполняемый файл целиком если мы посмотрим какой код у меня сгенерировал сейчас там уже . текст 1 позиционно независимый я могу скомпилировать в принципе любой исполняемый файл меня там был фаршал вот . ци позиционно независимый исполняемый файл минус о2 вот позиционно независимый исполняемый файл он у меня будет выглядеть опыт штамп вот функция main обратите внимание что она вот сейчас функция main у нас сгенерирована с использованием той же самой инструкции лео которую я показывал раньше если я отключаю позиционно независимый код там будет абсолютный адрес а тут у меня получился относительно относительный адрес позиционно независимый код и эта программа которая может загружаться в память с произвольного адреса чем хороша опция позиционно независимого кода минус fpi это тоже как один из способов повышения безопасности программы когда при каждой загрузке программы на исполнение в память она загружается по новому адресу это затрудняет разнообразные атаки на программу которые эксплуатируют например если у меня будет какое-то переполнение буфера то попытка простой эксплуатации переполнение буфера она у меня скорее всего окончится неудачно поскольку каждый раз и программы и библиотеки размещается в память по новому адресу и я не могу его использовать в моем эксплойте в моем шелкой то есть вот это вот считается что позиционно независимые исполняемые курсы программы они ну повышают безопасность чуть-чуть исполнения на случай обнаружения в программе а вот собственно 3 3 для чего полезно позиционный независимый код и так что же такое исполняемый файл вот как мы условно говоря исполняемый файл отличаем от прочих форматов файл ну так это понятно что тут можно всегда погружаться в тонкости и считать что исполняемый файл он там может себе тоже много чего хранить но мы считаем что исполняемым файлом у нас будет являться файл основное содержимое которого основное назначение которого эта программа бинарная программа дп процессор и исполняемый файл умеет загружаться в оперативную память то есть точнее так правильно будет сказать ядро операционной системы операционной системы непосредственно поддерживать загрузку исполняемого файла в память и запуск его на выполнение там условно говоря не нужны никакие дополнительные интерпретаторы знаете separating или jobмашины ничего дополнительного не нужно чтобы загрузить исполняемый пайл в память и запустить на выполнение Вот поэтому мы не будем считать исполняемыми файлами всякие скрипты на питоне, скрипты на баше, классы Java, исполняемые файлы для C-шопова MSI, поскольку весового выполнения требуют постоянного интерпретирования содержимого с помощью какой-то сторонней программы интерпретатора. И каждая операционная система поддерживает какой-то свой нативный формат исполняемых файлов. Для Windows нативный формат исполняемых файлов называется PE, от слова Portable Executable. Для MacOS нативный формат исполняемых файлов называется MacO, MacObject, то есть на MacOS, на iOS, на iPhone используется. Формат файлов ELF, Executable and Linkable формат. Все вот эти форматы файлов и Portable Executable, и MacO, и ELF, они, вообще говоря, поддерживаются на всех платформах, на которых работают соответствующие операционные системы. То есть у нас и на процессоре ARM будет ELF-файл, и на процессоре Intel будет ELF-файл, и на любом другой архитектуре будет ELF-файл. Но, конечно же, из этого не следует, что ELF-файл для архитектуры ARM запустится на, ну, как без какой-нибудь эмуляции, запустится на архитектуре Intel. У них все-таки внутри инструкции по-разному закодированные, и ELF-файл для ARM может быть только загружен на выполнение только на ARM соответствующем, и только на нем будет выполняться без дополнительных эмуляций в виде виртуальной машины. То есть формат-то сам по себе не тот же, то есть описание структур данных одно и то же, назначение секции, сегментов одно и то же, но в конечном итоге поток инструкций закодированный по-разному и таргетирован на конкретный процессор. Поэтому в заголовках всех форматов исполняемых файлов присутствуют специальные поля, отвечающие за архитектуру, что, допустим, в заголовке ELF-файла обязательно присутствуют, для какой архитектуры этот ELF-файл. x86, x86.64, а вообще нет. Вот, ну, то есть я, как бы сказал, ну, и естественно, что так или иначе мы можем поддерживать чужие исполняемые файлы. То есть, например, для Linux, вообще для, существует подсистема Wide, которая позволяет запускать Windows PE исполняемые файлы в Linux окружении. Для Windows, ну, VSL2 это уже не то, поскольку это полноценная виртуальная машина. Ну, был VSL1, который позволял запускать Linux процессы без полноценной виртуализации. Ну, и там, например, операционная система FreeBSD поддерживает возможность запуска Linux исполняемых файлов, если архитектура совпадает. То есть, хотя это разные операционные системы, разные организации, разные архитектуры ядра операционной системы, FreeBSD поддерживает режим эмуляции исполняемых файлов Linux и позволяет их исполнять. То есть, в принципе, если у нас процессорная архитектура одна и та же, то в операционных системах достаточно широко развита вот такая вот прослойка переносимости, которая позволяет запускать чуждые исполняемые файлы для той же самой архитектуры на наши операционные системы. Если же процессор другой, то у нас просто нам нужна полноценная виртуальная машина типа QEMU, которая будет уже делать полноценную эмуляцию всей архитектуры и исполнять исполняемый файл внутри эмулированного окружения. Если мы говорим о виртуальных машинах, я постараюсь подробнее об этом поговорить чуть попозже. Какие инструменты работы мы будем использовать для работы с бинарными исполняемыми файлами? Вот у нас есть пакет binutils, состоящий из того, что нам потребуется, objump. objump я уже использовал для дезинсидирования, readelf для просмотра. И objump и readelf очень близкие, тот же самый objump умеет показывать заголовки эльф-файлов и секции эльф-файлов. Readelf я буду использовать, если мне нужно детально посмотреть, что у меня находится в секциях эльф-файлов. Ну и есть всякие отладчики, gdb, idepro, с помощью которых я могу отложить бинарный файл. Несколько слов просто про эльф. Я, по-моему, уже говорил. Эльф, как сам формат, используется сейчас много где. Этот формат универсальный, но, конечно же, каждая операционная система и каждая процессорная архитектура, то есть тег операционной системы и тег процессорной архитектуры прописан в заголовке эльф-файла, то есть просто так вы эльф-файл для другого процессора или для другой операционной системы не запустите. И объектные файлы .o, и статические библиотеки, и динамические библиотеки, и кордампы, и модули ядра. Для них всех есть эльф-файлы, они все, по сути, имеют формат эльф-файла. Из чего состоит эльф-файл? У него есть заголовок, некоторый хедер, в котором прописывается архитектура, специальная заголовочная MagicBytes. У него есть таблица заголовок программы, программ-хедерс, есть таблица заголовков секций и, собственно, содержимые файлы. Что такое программ-хедерс? Чем они отличаются от sections-хедерс? Section-хедерс – это заголовки секций. Секция – это логическая единица моей программы. Что такое логическая единица? Это секция текст, в которой я размещаю код программы. Секция дейта для данных. Секция эро – дейта, редонды данные. Секция какая-нибудь компоненты моей программы. В то время как программ-хедерс или сегменты – это физические части моей программы, физические, с той точки зрения, что они имеют одинаковые права доступа именно в память. То есть, например, если у меня какой-то набор секций должен быть загружен в оперативную память и должен в этой оперативной памяти быть редонли и неисполняемым, то это у меня будет отдельный сегмент, отдельный программ-хедерс. Все секции, которые отвечают свойством, что они загружаются в память и что являются редонли и неэкзекьютабл, они помещаются в отдельный программ-хедерс, так что у меня в итоге программа загружается в память. И у нее, у загруженной в память программы, как-то уже расставляются права доступа уже на память внутри моей программы. Только чтение, чтение исполнения или чтение записи. Вот это вот уже физическая структура программы, когда она размещается в память, задается структурой программы-хедерс. Каков может быть минимальный по размеру L5? Он может состоять только из заголовка. Размером 52 байта мы меньше не можем, там разная заголовка. Единственную запись программ-хедер, каждая запись программ-хедера занимает 32 байта. Минимальный исполняемый код 7 байт, таблица имена секции 17 и три записи секции по 40 байт, итого 120 байт. То есть минимальный L5-файл, который мы можем сгенерировать, который мы можем получить, чтобы он был минимальным загружаемым в память, иметь размер 228 байт. Можете попробовать этот файл сделать, какой он у вас получится. Когда по умолчанию мы используем компилятор, который генерирует наш исполняемый L5-файл, он, естественно, будет намного больше. В нем, собственно, только заголовок L5-файла будет занимать 4 килобайта. Вот, что такое программ-хедерс. Информация о том, как исполняемый файл должен грузиться в память. Флаги read-execute. Например, исполняемый файл может содержать debug-info, откладочную информацию непосредственно в самом исполняемом файле, которая просто даже не будет загружена в память и не будет занимать место в памяти. Так. И секция, как я сказал, это логические единицы программы. Text, data, bcs, rodata, pt, god, god.pl и так далее. Для чего все это нужно? Вот, в конечном итоге, как я сказал, у нас очень часто программа, которая загружается в память, она не содержит в своем коде используемых библиотек. То есть у нас отдельно самоисполняемые файлы, отдельно стандартные библиотеки типа Lipsy, как минимум Lipsy у нас будет, как максимум там еще куча библиотек, которые мы используем в нашей программе, которые не содержатся в исполняемом коде. Они должны быть подгружены в адресное пространство нашей программы уже после того, когда в память будет загружена своя программа. Поэтому процесс загрузки вот такого вот исполняемого файла, динамически скомпонованного, состоит из следующих этапов. Первый этап. Это, собственно, сама операционная система, само ядро операционной системы грузит в память в соответствии с описанием в заголовках, с описанием программ-дэйта, загружает в память секции, которые должны быть загружены. Путь к отдельной программе, которая называется динамический загрузчик. Отдельная программа просто лежит в файловой системе отдельно. На Linux X86, например, здесь она может быть Linux SO.2. На X64 еще другой путь, на других актерах это еще будет отдельный путь. То есть после загрузки изначально самой программы операционная система смотрит содержимое секции интерп, берет оттуда путь к динамическому загрузчику, почему-то называется интерпретарь, но ладно. И отдельно грузит в память динамический загрузчик. Динамический загрузчик – это позиционно независимый исполняемый файл. Он может загружаться в адресное пространство с произвольного адреса, что операционная система и делает. И в первую очередь управление передается именно на динамический загрузчик, а не на саму программу. То есть что мы имеем? У нас в памяти находится динамический загрузчик, в памяти находится сама программа. А динамический загрузчик получает на вход, собственно, базовый адрес загруженной программы. Динамический загрузчик знает, что у меня в память загружен ELF файл, начинает смотреть разнообразные хедеры ELF файла, извлекать оттуда информацию о том, какие динамические библиотеки нужны, какие внешние именно функции требуются в нашей загружаемой программе, начинает искать в файловой системе соответствующей библиотеке, их тоже грузить в память, в этих библиотеках искать необходимые нам функции, и он выполняет всю эту работу по подгрузке недостающих частей библиотек из файловой системы в память. Достаточно сложная такая функция. По сути, то же самое, что делает Linker, мы еще раз делаем уже при загрузке программы на выполнение. После того, как программа... Мы после этого можем передавать выполнение на точку входа самой программы. Все, управление получает сама программа, у нее уже в памяти лежат все необходимые библиотеки, у нее уже настроены все таблицы, с помощью которых связываются динамические библиотеки друг с другом, и программа начинает работать и исполняет уже тот код, который в нашей программе реализован. То есть сначала исполняется стартап-код, там подготавливается структура данных, там файл звездочка, какие-то конструкторы исполняются, потом уже управление передается на функцию main, и мы получаем точку входа уже в нашей программе. То есть, как вы видите, до того, как у нас в нашей программе запускается функция main, проходит очень много всего. Работает целая отдельная программа, которая называется динамический компоновщик, работает отдельная, подгружаются все динамические библиотеки, выполняет, возможно, у динамических библиотек выполняются функции инициализации, только после этого мы получаем управление на точку входа функции нашего исполняемого файла, отрабатывает точка входа, и только после этого main. Естественно, если наша программа скомпилирована статически, то есть тогда, когда код всех необходимых библиотек подгружен непосредственно в исполняемый модуль, то нам интерпретатор-загрузчик не нужен, мы просто загружаем наш исполняемый модуль в память и запускаем его на выполнение. Каким образом выполняется связывание уже при загрузке библиотек и основной программы друг с другом? Теперь рассмотрим, собственно, как мы можем связывать исполняемый код и динамические библиотеки друг с другом уже при загрузке их в память при выполнении программ. Для того, чтобы связать исполняемые файлы динамические библиотеки, либо динамические библиотеки связаться друг с другом, поскольку, естественно, что там одна динамическая библиотека может требовать какую-то другую динамическую библиотеку, У нас есть специальные секции в L-файлах, например, секция .dinsim содержит таблицу динамических символов, то есть в этой таблице содержится то, что данный файл требует от библиотек, от других файлов, или же те внешние символы, которые есть в данном файле. Такая табличка, в ней идентификаторы, и либо задается его смещение внутри текущего L-файла, либо задается то, что его нужно найти при динамической компоновке. Отдельная секция rel.din, то есть динамические relocation, содержит таблицу перемещения для переменных, и секция rel.plt содержит таблицу перемещения для внешних функций. Сейчас подробнее я постараюсь рассказать, как у нас устроено связывание, как у нас устроено в программе, будет устроен в программе вызов внешней функции из какой-то динамической библиотеки, либо используем внешних переменных из динамических библиотек. Связь между разными исполняемыми модулями, между основной программой и динамическими библиотеками, между динамическими библиотеками, друг между другом, реализуется с помощью специальной таблицы, которая называется Global Offset Table. Это специальная таблица, которая состоит из двух частей. Точка год для переменных, точка год.plt для функций. И в эту таблицу динамический загрузчик прописывает абсолютные адреса переменных или абсолютные адреса функций, которые нам нужно вызывать. То есть, как все происходит? Вот у нас есть некоторый исполняемый файл, которому требуются некоторые внешние переменные, внешние функции относительно его. То есть, то, что мы берем из динамической библиотеки. Сам по себе исполняемый файл работает с внешними переменными или с внешними функциями только посредством Global Offset Table. То есть, вместо того, чтобы вызвать некоторую внешнюю функцию напрямую, наш исполняемый файл вызывает ее через Global Offset Table. Вместо того, чтобы использовать какую-то переменную напрямую, наш исполняемый файл... Это часть текущего исполняемого файла. И задача динамического загрузчика в том, чтобы в Global Offset Table прописать корректные адреса переменных и функций, находящиеся в независимо подгружающихся частях программы. Будь то это функция, будь то это переменная. Как в целом выглядит Global Offset Table? У нас есть специальный идентификатор, который называется подчеркивание Global Offset Table. Я сейчас покажу, как его использовать. И вот по положительным смещениям относительно Global Offset Table находятся ячейки, находятся слоты, в которые динамический загрузчик пропишет адреса глобальных переменных, объявленных в независимо подгружающих модулях динамических биотек. Например, по слотам с положительным смещением у нас будет размещаться SDI, вот эти все глобальные переменные, которые к нам приходят из динамических библиотек. По отрицательным смещениям относительно начала Global Offset Table у нас будут размещаться точки входа в функции. То есть динамический загрузчик туда пропишет адреса, по которым уже в адресном пространстве будут размещаться сами функции, исполняющие код. Собственно, если мы пишем на ассемблере, у нас есть некоторая глобальная константа, наверное, Global Offset Table. Это смещение относительно адреса текущей инструкции до начала Global Offset Table. И есть специальная запись, где мы указываем label at Global Offset Table. Это тот слот в Global Offset Table, где находится корректный адрес нашей переменной. Это начало функций, которые мы подгружаем из внешней динамических библиотек. Но непосредственно в самом коде, как мы видели, мы никогда не обращаемся к Global Offset Table напрямую, а мы используем специальные трамплины, которые находятся в некоторой Procedure Linkage Table, PLT. Вот если вы посмотрите дезассемблированный код, который использует динамическую компоновку, то вы увидите, что в нем функция printf не вызывается как printf, а автоматически линкером вызов printf будет заменен на вызов специального трамплина, который называется printf собака PLT. Собачка PLT – это некоторый специальный код трамплина, который генерируется линкером. И вставляется в исполняемый фод, в секцию PLT, задача которого – правильно передать управление на внешнюю библиотеку. То есть мы здесь вызываем call printf не напрямую, куда там уходим в динамическую библиотеку, а через трамплин. Как устроен трамплин? Вот пример, собственно, реализации Procedure Linkage Table. Вот у меня трамплин, это 32-битный код. Вот частично Global Offset Table. Соответственно, здесь вызывается функция printf. Мы рассматриваем трамплин для функции printf. В начале, когда исполняемый код только загружается на выполнение, Global Offset Table уже проинициализирован. И вот ячейка A0.10 – это слот Global Offset Table, в котором должен находиться адрес функции printf, которую мы будем вызывать уже при работе программы. В начальный момент, когда наш файл только загружается в память, в слоте, отведенном для printf, в Global Offset Table, находится вот некоторый адрес 84.16. Этот адрес, как видите, ведет не... Что мы имеем? То есть первый раз, когда наша функция... Например, первый раз, когда функция main вызывает функцию printf.plt, то есть первый раз, когда мы хотим сделать printf, и мы вызываем трамплин для функции printf, у нас здесь происходит косвенный переход, jump, по ячейке, хранящейся по ячейке Global Offset Table, слота, отвечающего за размещение функции printf. В начальный момент времени эта ячейка, этот слот, содержит на самом деле снова возврат в наш PLT. И здесь у нас происходит переход на функцию динамической компоновки. Вот эта функция 48.3.0, это некоторая точка входа в динамический компоновщик. Мы здесь сюда в стек загружаем смещение 8. Это у нас, видимо, будет смещение. Это некоторое внутреннее смещение в таблице DIN-SIM, где написано имя printf. И передаем управление на динамический загрузчик. Вот это вот у меня тоже трамплин. Это, видите, тоже трамплин для входа в динамический загрузчик. Здесь GMP84A008. Вот сюда, вот в эту ячейку A008, будет прописана точка входа в динамический загрузчик. Пока здесь нет. То есть при первом вызове printf, мы вместо того, чтобы непосредственно вызвать printf из динамической библиотеки, мы уйдем в модуль динамического загрузчика, передавая ему в качестве параметра смещение в REL-SIM, в котором хранится имя printf. И таким образом динамический загрузчик будет знать, что нам нужно найти функцию printf во внешних библиотеках. Код динамического загрузчика найдет printf и найдет его адрес в lepsi.so, по которому он размещается, и пропишет этот новый адрес в lepsi.so в ячейку вот этого вот A4A0010. После этого динамический загрузчик, собственно, вызовет printf уже из динамической библиотеки. В результате первого вызова printf в ячейку global step table будет прописан адрес функции printf в самой непосредственной динамической библиотеке lepsi. Все. То есть получается, что динамическая линковка функций выполняется при первом вызове этой функции. Результатом первого вызова этой функции будет то, что в слоте global asset table будет прописан корректный адрес. И теперь при втором и последующем вызове функции из динамической библиотеки мы сразу здесь переходим PLT вызов. У нас здесь есть сразу косвенный переход по слоту global asset table, отвечающему за адрес printf. И со второго и дальше вызова функции printf мы здесь будем непосредственно переходить внутрь динамической библиотеки. То есть при первом вызове мы проходим сквозь динамический линковщик, который нам подгружает, находит имя printf и находит его адрес и модифицирует global asset table. При втором и последующем вызове printf мы идем напрямую уже в динамическую библиотеку с помощью global asset table. Вот такая вот модель называется lazy binding, то есть ленивое связывание. Вот как я сказал, при первом вызове попадаем в динамический загрузчик, при втором и последующем пойдем уже в функцию printf напрямую. В чем смысл трамплинов? Для чего у нас такое усложнение при динамической компоновке? Ну, во-первых, мы хотим сделать так, чтобы объектный код не зависел бы от типа линковки. Он был бы одинаковый в случае, если мы делаем и статическую, и динамическую линковку. В случае статической линковки у нас, естественно, нет никаких трамплинов, и мы вызываем функцию printf напрямую, поскольку, собственно, код в динамической линковке у нас будет одна и та же инструкция call одного и того же размера, с одним и тем же обкодом, просто будет разное смещение. Соответственно, если мы используем динамическую компоновку, то линкер просто генерирует вот эти вот все трамплины, сам уже генерирует трамплины, и вместо call непосредственно на реализацию функции printf вставляет call на трамплины. Это первое. То есть первая необходимость в трамплинах, чтобы у нас объектный код не изменялся в зависимости от типа линковки. Второе. Трамплины нам позволяют прозрачно делать взятие адресов функции. То есть, если, например, нам нужен взять адрес некоторой функции, точно так же, чтобы у нас генерировался идентичный машинный код. Собственно, объектный код ничего не знает о PLT, ничего не знает о Global Asset Table. Это все возникает уже позже на этапе линковки, поэтому если нам нужно взять адрес функции printf по той или иной причине, то компоновщик просто вернет адрес функции printf PLT, то есть трамплина. И ничего с точки зрения сгенерированного машинного кода не изменится. То есть у нас просто вместо самой функции printf будет адрес трамплина. Ну и третье, для чего нужен трамплин, это чтобы как раз вот, чтобы реализовать ленивое связывание. То есть, условно говоря, если нам функция не нужна, если она никогда не используется, то она и не будет связываться. По сути, динамические библиотеки, они могут подгружаться в адресное пространство по мере работы программы. Только тогда, когда они нам реально требуются. трамплины не работают для перемен. Если мы используем переменные из внешних модулей, из динамически скомпонованных модулей, то они все привязываются уже сразу же. Ну, сразу же, собственно, в момент, когда у нас происходит динамическая компоновка, в момент, когда работает динамический загрузчик. Все, что связано с Global Offset Table для переменных, оно резолвится сразу. Сделать ленивое связывание, потому что способов, собственно, отследить то, когда будет использоваться переменных, у нас в машинном коде нет. Если инструкции call мы просто всех перенаправляем в ProCity Language Table, то же самое для переменных, к сожалению, сделать невозможно. Какой можно такой небольшой пример по этому поводу рассмотреть? Смотрите, когда мы переходим к реализации позиционно-независимого кода, 64-битный код имеет естественную поддержку, ну, потому что там у нас появился очень удобный метод адресации RIP-Relative, вот как я показал, где мы просто указываем смещение относительно RIP. Для 32-битного кода там приходится чуть-чуть вставать на уши, потому что в 32-битном коде напрямую нельзя работать с регистром RIP. Поэтому приходится делать примерно следующие вещи. Так, сейчас я открою shell. давайте я попробую вставить функцию func. Как вообще мне в 32-битном коде можно работать с Global Set Table, то есть как мне получить результат динамической компоновки? Ну, вот как я сказал, у меня есть некоторая специальная константа, которая называется Global Set Table. что-то плохо работает сегодня. И я могу ее допустим, загрузить на регистр. Сохраню регистр EBX, восстановлю регистр EBX и Global Set Table. Вот так вот. Что эта инструкция MOV делает? Давайте вот у меня main.se, которая вызывает func, я попробую его скомпилировать. так, сейчас посмотрим. да, так, общ-dump минус-d минус-j текст один, last. Смотрим функцию func. где она у меня там? Вот функция func. Вот это вот константа поюз смещение до начала Global Set Table от смещения до Global Set Table от, собственно, текущей точки в программе. вот 2e89 плюс 49177 мне должно в итоге дать адрес начала Global Set Table это 7 плюс 7 плюс 9 будет что-то оканчивается на 0 ну вот, соответственно, какой-то там у нас адрес будет. Вопрос для 32-битного кода состоит в том, как мне получить тот адрес, по которому вот эта вот инструкция размещается в памяти. То есть, если бы у меня был бы RIP какой-нибудь Relative как в X64, то проблем бы не было. Но тут вот нужно как-то действовать более хитро. Поэтому приходится действовать, приходится делать следующую вещь. Я напишу некоторую вспомогательную программу, которую назову GetEIP, который будет очень простой, который текущую верхушку стека будет помещать на регистр EBX и RET. Что у нас здесь таким образом происходит? На верхушке стека находится адрес возврата нашей, собственно, куда мы должны вернуться с помощью инструкции RET. И вот этот адрес возврата у меня будет помещен в регистр EBX. И тогда я вызываю эту вспомогательную астемблерную функцию call call getEIP. Итогом работы этой функции будет то, что теперь, что мне нужно делать, чтобы получить начало Global Asset Table, я к тому, что у меня находится в регистре EBX, то есть кадры с утекущей инструкцией, прибавляю смещение до Global Asset Table. Вот таким образом я получаю, что в регистре EBX у меня будет находиться Global Asset Table. Как я теперь работаю с этим Global Asset Table? Дальше, например, у меня получается в ячейке Global Asset Table у меня будет находиться адрес переменной, то есть у меня получается такая косвенная адресация, что мне нужно сделать? Мне нужно move, например, A год EBX, например, EIX. Вот эта вот команда, здесь A собака год, это смещение до слота отвечающего за глобальную переменную A в Global Asset Table относительно его начала. Соответственно, EBX начал Global Asset Table и результатом будет то, что в регистре IIX у меня будет находиться значение слота, отвечающего за переменную A, то есть адрес переменной A. Дальше я уже могу, например, его разыминовать и уже теперь в регистре I X у меня будет находиться значение переменной A. Например, то же самое с переменной B. Эта пара инструкций у меня загрузит значение переменной B в регистр EDX. Например, дальше я могу ADD EDX IAX складываю в регистре IAX. Ну и наконец, например, так MOV C Global Asset Table EBX EDX и теперь чтобы ну и например, терм EAX EDX сохраняю результат сложения в глобальную переменную C. Вот этот код, он странно, конечно, выглядит очень громоздко, но это позиционно независимый код, который у меня работает с глобальными переменными A, B и C и X складываю. Давайте напишем программу функцию main, которая будет запускать, вызывать функцию func и считывать значения глобальных переменных и потом печатать результат. Мы хотим ввести глобальные переменные и у нас будет функция func без аргументов не возвращающие результат. Считываем значение глобальных переменных, выбираем функцию func и печатаем результат, который должен размещаться в глобальной переменной C. вот простенькая функция, она будет одна и та же и для 32-битного и для 64-битного варианта. И вот давайте попробуем это вместе скопилировать. так вот наша программа динамическая компилируем все вместе 13c-m32 информация main.c s и проверим. Запускаем. Получили ожидаемый ответ 300. Мы теперь вот этот наш модуль дин превратим в динамическую библиотеку и будем по-настоящему загружать отдельно от основной программы уже при запуске ее на выполнение. Что нам для этого потребуется? Когда мы хотим скомпилировать код в динамическую библиотеку, код на символе, нам станет очень важно наличие вот этого директивы в теле нашей программы. Эта директива определяет, что метка FUNC, то есть код начинающийся с метки FUNC, у нас будет являться функцией. Это важная информация для линкера, который может тогда обрабатывать специальным образом инструкции внутри этой программы как функции и, соответственно, формировать обращение к Global Offset Table корректно внутри нашей функции. Если мы эту строку не добавим, то у нас просто этот код как динамическая библиотека не заработает. Давайте попробуем скомпилировать как динамическую библиотеку. библиотека минус минус g с отладочной информацией. Результатом должна быть динамическая библиотека. Копилируем файл bin.s минус выходной файл будет libgin.so библиотека. И минус m32. Вот у нас появился файл libgin.so вот он можно посмотреть в нем. Собственно вот функция наша func она здесь присутствует. Ну и вот у нее что есть? У нее есть вызов getIP. Вот он идет сюда. Есть прибавление смещения global accept table и дальше идут манипуляции обращения к смещениям переменных. Они здесь отрицательны относительно global accept table. Вот. И давайте соответственно это сделаем так чтобы наша программа mail могла работать с библиотекой. c минус 32 вкладочная информация mail.c Так просто не получится. У нас нет откуда взять функции func. Мы указываем дополнительно лог. и библиотеку din чтобы мы при компиляции программы могли имя func найти в libdin.so Оно скомпилировалось правда запустить мы сейчас его не сможем потому что динамическая библиотека libdin не будет подгружена если она находится в локальном каталоге ну а здесь нам нужно будет еще добавить специальную логическую опцию в сгенируемых исполнения файлов таким чтобы библиотек libdin искалась и в локальном каталоге и так вот у нас есть зависимость собственно нашей программы от динамической библиотеки конечно же в самом исполняемом файле нет никакой функции func она у нас будет подгружена в программу только тогда когда сама подгрузится сама основная программа давайте попробуем пройтись от матчика так окей вот обратите внимание что когда я ставил breakpoint на func он на самом деле у меня установился на plt запись относящаяся к функции func а когда я собственно запустил программу на выполнение и breakpoint на func сработал я теперь нахожусь уже в динамической библиотеке ну сравните адрес по которому размещается функция func в моем адресном пространстве и адрес по которому размещается код тела main вот он здесь стандартный адрес загрузки 08.4 и так далее а динамический логрейк вот сейчас находится вот здесь ну и можем пройтись по коду действительно getip нам дал адрес следующий закон инструкции 253 дальше мы что делаем а а год и bx я x в так мы получили вот сейчас мы получили адрес global accept table вот адрес global accept table для моей динамической библиотеки теперь у нас выполнилась вот эта вот инструкция и мы в регистре я x должны получить адрес моей переменной вот и обратите внимание что глобальная переменная a размещается по адресу 84c то есть по тому адресу который относится к основной функции main а не в динамической библиотеке и динамический загрузчик собственно в global accept table для моей динамической библиотеки прописал адрес глобальной переменной a который находится совсем другом модели относитесь к функции b вот значение там 100 загрузили 100 регистр я x то же самое сделали с переменной b 200 сложили ну и дальше дальше получили ответ 300 вот таким образом работает динамическое связывание через global accept table для случая когда из динамической библиотеки я обращаюсь к переменам или там функциям основной программы другой динамической библиотеки вот здесь я рассмотрел 32 бит например еще раз напомню что наличие этой инструкции принципиально важно чтобы у меня ассермерный код комплинировался в виде динамической библиотеки посмотрим что у меня меняется в 64 битном случае 64 битный код он гораздо более ориентирован на позиционную независимость и он сильно проще чем его 32 битный вариант хотя конечно же тоже манипулирует global asset table и для 64 битного кода global asset table нужен по той же самой причине нужно чтобы мы могли прописать адрес глобальной переменной который находится где-то вообще говоря в другой части адресного пространства подгружено из другого модуля что мы здесь имеем для 64 битного кода у нас нет необходимости непосредственно там получать адрес сначала global asset table потому что специальная конструкция god pcrl это будет смещение относительно rip до записи в global asset table соответствующей глобальной переменной а которую мы собственно хотим импортировать из другого модуля то есть вот эта конструкция вот это адресное выражение у меня даст адрес слота отвечающего за внешнюю глобальную переменную а соответственно сама инструкция move в регистр rax загружает содержимое вот этого слота то есть загружает адрес по которому при работе программы размещается глобальная переменная а именно адрес дальше понятно дальше мы разыменовываем этот адрес и в регистр eax загружаем 32-битное значение по тому адресу который находится в регистре rax обратите внимание что это 64-битная архитектура поэтому адреса должны у меня быть в регистрах а значение в зависимости того что я хочу 32-битное значение я вот обрабатываю в регистре i то же самое у меня происходит с b точно так же я беру смещение относительно rip к слоту global asset table который отвечает за хранение адреса переменной b здесь вот это его загружаю значение этого слота регистр hdx и в дальнейшем его разгоняю складываю это 32-битное сложение загружаю адрес переменной c и отправляю результат вот туда точно так же можно скомпилировать его как динамическую библиотеку то есть тогда я уже делаю 6-битную компиляцию cc и функция функция никак не поменялась там ничего нет давайте я его скомпилирую функция cc g m.c m.o.en64 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 и магическая строка для удобного запуска p.rpass 54 вот у меня зависимости вроде прописан могу спустить похоже работает правильно ну и могу точно так же прописать латчика gdb фанк ставлю тоже изначально breakpoint ставится на плт записи отвечающий за функцию фанк но если я сейчас запущу я уже попал тогда когда собственно сам попал функцию фанк смотрю и вот смотрю что у меня тут скомпилировать вот у меня место в адресном пространстве куда легла эта библиотека как как видно очень сильно отличается от стандартной точки загрузки самого главного модуля вот получается смещение относительно и райпи слот отвечающий за полного значения давайте попробуем пройтись вот загрузил в rx значение адрес переменной а со значением 100 значение 100 то же самое для рx значение б просто значение б или ответ 300 вот пример на использование глобала все ты был на динамическую компоновку обращение посредством глобусом upset table и для 32-битного и 64-битного кода но и и и и и и Продолжение следует...